привет зритель чтоб ты знал что это вот тут у меня свинина в жмыхе черного тмина с солью где-то за 420 рублей за килограмм это мякоть бедра голени хрен знает ну короче мякоть без кости это окорок короче без кости вот тут у меня грибочки маринованные опята из выдр за это спасибо зрительница елене это оливки точнее маслины бандюэль чего-то там это корнишоны или что-то в этом быть короче соленые огурчики вот здесь у меня компот малиновый ну надо же вкусно чтобы красиво было а это можете поплеваться в каменты те кто смотрел видео как я готовлю на консерве куриной мя этот суп в шестнадцатом году и как я делаю роллы да мне что-то не случилось большим хорошим острым ножом нормально порезать это в первой жизни делаю рулетики с лавашом на основе козьего творога укропа чеснока ну и соли соответственно лаваш где-то 65 рублей за четыре штучки творог там 200 рублей за килограмм я покупаю укроп с огорода местного ну а тут свечечка который много лет мне и еще по моему 2016 году ударила подписчица наталья из города кимры ну там вот мой сотовый телефон короче говоря мы сейчас с вами похомячим ну шо как бы это начнем я просто подумала 6 свечку зажигаю только на смр и тура 100 лет мясо я запекала 200 градусов на час я же тебе дала еще до того как сама поела кошка сожжет все короче как бы я запекала пакеты на выпечки ну рука для запекания мясо было где-то 300 грамм соль смешала с измельчила в руках жмых черного тмина я вваляла мясо я до этого уже делала мне очень понравилось я решил что можно будет повторить я его конечно порезала так изначально оно было пирком компот малиновый сладкий малина собранная мною ручную но комфорт вояла моя тетя потому что для меня это страх перевернуть банку закрытую крышкой резко конечно возможно надо бы черного хлеба или какого-то еще хлеба отрезать было я как-то делала себе не помню чем картуку вроде у меня было также в пиалочках огурчики соленые грибочки маринованные я спускала и написала приятелю говорю чем я не японец всего по чуть-чуть прохладненько ну как бы может не совсем прохладненько сначала я закрыла окно мне показалось душно потом я его открыла мне стало холодно как обычно я делала просто как там творог с чесноком а да кстати тут еще раф масла в этом твороге козий творог раф маслом подсолнечное там правда делал сначала из кедрового или бразильского подсолнечное немножко оставалось и поверх уже пустила это масло там может как раз там 1 сотая масло врезить к в ореху короче раф масло подсолнечное или защищенную семечек не обжаренных потом соборок соответственно курить соль чеснок и укроп я потом кидала так туда еще ломанные листики этого лавашика перемешала ему так вкусно стало думаю можно же это делать рулетиком но рулетик у меня так надо было конечно свернуть сразу рулетиком а я так свернула как конвертиком не совсем рулетик ну и надо было в интернете почитать как его перед этим вы выдерживать что с ним делать чтобы нормально потом порезалось кошка хочет с моей ноги так уж стащить своей головой поэтому рулетик у меня вместо хлебушка я просто обычно я ем чуть побольше мяса и практически без никто на огурчике это моя бабушка двоюродная с выставила у них оставалось вот там уже чуть-чуть эти маленькие совсем зародыши ей было жалко и она их масолила я вообще искала вишневый компотик но то ли он у меня в другой части шкафа в другой шкафу вообще то ли я хрен знает откуда его положила потому что мне все доставался только сок яблочный и потом вдруг смотрю достался компотик я думала что из красной смородины а потом уже увидела что-то малина у меня есть и побольше бокальчик но чеснок выводу что мне не хватает этого кувшинчиков который можно налить компотик а потом его разливать красиво конечно таким сладким компотиком странно запивать мясо я схожу к тому схожусь к мысли что надо бы мне какое-то что-то другое для мытья волос потому что я вот полежала с маской на лице с ряпочкой и у меня всевозможный объем волос так и удивлялся встала и расчесалась ощущение будто вот вообще вроде хорошо все промывает а потом как-то вот все призывая неплохо мне там где-то было солдат ну если солдатчик и бассейн пластичка мы тут ходим и гостимся сейчас даем у чеченье причем у нее вчера я отрезала сыр позавчера еще сыра уже нет себе отрезала ей положила мишку она сначала поела на потом чего-то на типа из миски будут есть если я тут за столом и сыр подсох вчера она мне выпрашивала сыр я говорю даже сыр есть вот я и кладу этот сыр на пол на бонусторе а на мой кусочек то что я себе оставляла съедает тыкаю ее мордочкой в ее миску где у нее лежит сыр она не ест этот сыр уже так прилично подсох и она сегодня решила его сгрызть в своей миске прям как анекдот про гречку она еще любит жидкость из-под оливок я ей налила мисочку но пока мясо готовила то все не глянула съела на ее или нет вообще удивилась сегодня магните что у улбандюэль есть оливки я думала у них только горошки для кукурузы смех черного тмина с мясом вкуснее чем допустим сами семена черного тмина тем же мясом более мягкий вкус сейчас я дам тебе не смотри на меня как потерпевшая сейчас читаю одну мангу но вообще маньхуа короче китайский гомикс там обратный гарем сначала вроде так все прикольно было потом видимо китайцы кто-то укусил и пошло название какое-то серии сикаем когда одно название то полтора приложения зазейка не хочет приставать главному герою как-то так я просто точно не помню слушай кошка ты ешь больше хозяина а весишь и по объема вообще как бы меньше но она была ножиком попастись но что-то как-то я про него забыла кстати прикольно если запивать еду мясную небольшими голоточками чем-то сладким как-то так идет интересно как я уже сказала у меня кувшинчика нет отдельного под компотик что-то как-то никогда не надо было по крайней мере в этой квартире проблемно у меня наливать из банки небольшое это что-то такое я сначала налила в чашку потом из чашки налила сюда на последний кусок на то хозяина голодным оставишь в этом более-менее мягко мясо ну смысл мягко мясо вообще после этого покупала как-то магните мироторг на упаковке там килограмм с чем-то что ли было по триста с чем-то за килограмм и почти за 500 рублей то же самое я не знаю ну и развесно распил то мясо мариновал до 1003 было мягкое-мягкое а из мясного ляда мариновал до суток и оно было вообще как ни помечо ни распились ни разжуешь блин те еще что ли хочется все это точно последний кусочек маленькие огурчики соленые прикольные сразу как раз и скончил мясо у меня практически остыло уже ну и холодное что уж совсем холодно пока его тут тошу я еще распиливала и на кухне может прохладнее когда открывала форточку было холодный воздух поимей совесть и не паски а рулетик я тебе давала ты шрать не стала кошка хулиганка и 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 Я не полную баночку сюда высыпала. Думала, что много будет. Ну, что тут идёт. Вот тут жрёк. Кошка нажрёк. Или жилка, фиг знает, не жуётся что-то. Мне муж по руке говорил, что в какой-то стране, то ли в мире, то ли вообще, кошек использовали, как поели мясо, вытерли руки окошку. И все типа эти жилки-провилки тоже тедали кошке. Вытерли руки окошку, конечно, по мне это как-то жутко. Жилка не глянула что-то. Надо было как-то отпилить так, чтобы жилки ей там отдать сразу. Но в момент, что поели жилку какую-то, кинули кошке, как собаке по столу, кошки, видимо, там были жирные. Короче, очень маленькие такие границы. Грибочки попадаются. Опята. Взяла ножичек. А то жилка уже зубу застряла одна. Опять жилка. Мое животное благополучно куда-то свалило. Я все боялась, что оно туда запрыгнет, а тут свечка. У меня, конечно, не глупая кошка, но мало ли что. Молочное благополучно. Молочное благополучно. Молочное благополучно. Опять много справедливо. у меня там заварен гемонтян среднего пошива и русский зеленый чай нужны в россии врачины сочах ли я там какими-то ягодками я планировала понедельник поехать выйдет на автобусе гости сюда и обратно но я понедельник придут товарищи если про дня не пнула я бы не позвонила так бы ждала у моря погоды водоканалу позвонила 20 ноября насчет смены счетчиков что пришли операторами милой мы там через неделю чуть-две через три раза когда не хорошо позвонила как-то мне не сказали что они записали мою заявку на деле оказалось что никто и не записывал и не вообще забыли про меня ну как можно так работать еще я тут три недели отвечала на все подряд номера на билайн потому что они должны были на билайн позвонить сотового неизвестного номера как они сказали отвечал с расчетом что если вдруг это спамер но смысле что если вам тут название это вы говорите да вполне возможно что с вас сразу спишутся деньги со счетами еще откуда-нибудь грибочек сюда как-то прискакал видимо брала с вилки упал в итоге немного мяса у меня остается оливки надо было доложить всем там где-то 3 банки еще осталось и лавашики мои тоже еще остаются не хватило мне малюсенького такого бокальчика просто он фиолетового цвета сверху поэтому я подумала что его морали там есть какие-то приличные побольше бокальчики я в стаканчиках не очень разбираюсь а потому что как бы с алкоголем практически на вы но он был фиолетовый сейчас я прервусь и уже потом поем попью с вами чая с конфетами от они мясо попало между зубов точнее державные конфеты я уже слупила у меня остались только три других вот костер вот тут мой костер потом новосибирской экстра и дары сибири зефир я тоже на днях скомячила этим конфетам я обязана а не из новосибирска здесь отдельный ролик как я их хочу вчера гуляла вечером поняла что очень холодно и что надо было уже одевать валенки надевать валенки сегодня их достала еще вчера подумала что надо бы у меня там куплены теплые колготки зимние что надо бы их надеть вместо джинс или хотя бы гетри на джинсы на ноги и забыла и вышла сегодня в валенках там такой морозный воздух так еще немножко холодного ветра даже дышать тяжело но в валенках то тепло было куртка там у меня не особо чтобы супер длинная часть ног все-таки подумерзла у меня вот 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 Не бежит что-то окошко. Видать мясом доелось, а блять уже не хочется. А то она ко мне на днях пришла, обычно на котёночку сюда приволокивает. Мург, мург, типа, кинь мне котёночка. Смотрю, мург, мург, ну что такое. Фантик бумажный принесла, положила вот так к столу и воет. Я взяла этот фантик, кинула, она за ним побежала, принесла мне фантик. Я думаю, ну всё, собачка. А вон, только я подумала, что она не идёт. Видимо, вот это ей как-то сейчас больше интересно. Ой, она недалеко улетела. Она врезалась в холодильник и не такая интересная оказалась. Давай тогда эту, может, сейчас удачнее кинется. Потом буду ходить и по квартире собирать мусор. Кинь, я говорю, я увидел soon. Ну, пошло играть. Не помню, говорила или нет, залила все-таки этот зеленый чай, который мне родственники привезли с юга, с лета, ну, с русского юга, с бетто этот. Сочи зеленый чай со всякими там ягодами. Без искусственных креотителей и консиротов. Кедровый орех. Кедровый орех. Кедровый орех. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Такую свечку. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. В следующей серии. В следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. В какой-то момент я так подумала, что-то мне не хватает камеру шуле поставить, как раз когда яйцо толкала от домашней курочки на сковородку. Потом добавлен у меня завтрак тоже, учитывая, что я еле-еле спал от кровати, только потому, что надо бы уже как-то поесть. Уровняется к обеду, и по идее надо бы суп сварить, но может получится завтрак сварить как раз на камеру. Думаю, не нафиг, наконец-то я освободилась от завтраков, можно спокойно есть без камеры. Ну вот сейчас у нас ужин. Так вот, когда на завтрак говоришь, типа ты позавтракал, пошел на работу, ты, наверное, после ужина, не прыгай сейчас на стол, то, наверное, после ужина ты поужинал и пойдешь к своему телевизору, хотя ты смотришь это с монитора, да? Пойдешь гулять или еще куда-то. Короче, удачного тебе конца недели, зритель. Если хочешь поддержать канал, можешь это сделать, где-то будет облачко. Ну и пока! Субтитры сделал DimaTorzok